Всем добрый день! Сегодня поговорим об отжиманиях. Уже есть большое видео, которое мы снимали с вами в прямом эфире. Это были отжимания больше от пола, то что можно сделать не выходя из дома. Плюс у нас были обратные отжимания от табуретки, от стула. Это все в какой-то мере подготовительные упражнения. Сейчас мы поговорим об отжиманиях на параллельных брусьях. Что это такое, с чем его едят? У нас раньше в школе 5 класса в разделе гимнастика были параллельные брусья, на которых мы занимались, то есть нужно совершенствовать. Это самые простые упражнения, то есть с чего можно начать подготовку, потому что это довольно сложное упражнение в плане нагрузки на суставы. Поэтому, если вы будете не готовы к этому, хорошо не получится. Поэтому нужно начать с простых вещей. Например, найти подходящие параллельные брусья по росту, или даже если они высокие, тоже не страшно. Если они подходят, как мне, можно начать с таких упражнений и опускания. Принцип тот же самый, что и на подтягиваниях на перекладине, когда мы поднимаем себя быстро за счет прыжка и удерживаем. Тут опускаться не нужно, просто можно прыгать на первом этапе. Когда уже научитесь, можно переходить к следующему, то есть запрыгнули, постояли и опустились медленно, очень аккуратно. То есть если перекладины брусья, вернее, более высокие, то доводите до 90 градусов в локтевом суставе, а потом можно спрыгивать. Следующее подготовительное упражнение мы допрыгнули и пробуем идти, чтобы укреплять связочки. Можно дойти до конца, спрыгнуть, можно, если уже впоследствии, попробовать обратно. То есть это базовые упражнения, которые мы когда-то делали в школе, на тренировках, есть различные вариации. Только после этого плюс параллельно нужно делать отжимания, классические отжимания, то есть всякие различные вариации для пола, чтобы мышцу тренировать. Теперь поговорим далее. Отжимания, то есть опять же можно начать с легких упражнений с раскачки, то есть как бы отжимания рывком назовем. То есть вы аккуратно раскачиваетесь, и когда ноги уходят вниз, вы сгибаете локоть. Когда ноги уходят вверх, локти выпрямляем. Сейчас я сделаю несколько раз, чтобы вы увидели в динамике это все. Это то же самое, чтобы если бы мы подтягивались рывком. Такой способ позволяет неподготовленным мышцам и подготовленным спортсменам начать уже отжиматься. Либо если у вас просто вы разучиваете упражнения. Это вот первый этап. Второй момент, что есть еще в отжиманиях, когда вы достигнете какого-то предела и сможете уже отжиматься без раскачки. У нас есть два способа. Два способа. Наверное, лучше встать вот сюда, по центру, чтобы видно было. Мы можем локти разводить в сторону, тогда будут нагружаться одни группы мышц. Либо локоть сделать назад, тогда будет больше задействована треуглавая мышца плеча. При разводке локтей в сторону, скорее всего, так вы будете делать первоначально, потому что этот способ полегче, больше загружает мышц. Грудные подключаются больше. При отведении локтя назад грудные больше изолируются и больше загружаются именно мышцы, треуглавая мышца плеча. Итак, показываю. То есть вот первый вариант, который у вас будет. Это раз. И теперь покажу отведение локтя в сторону. Ой, назад. Он посложнее. Обязательно выдыхаем на усилие. Распределяется нагрузка. Вот таких два варианта. Вы можете их чередовать, можете менять. Один день локти в сторону, второй день локти назад. То, как вам удобно, то, как вам легче, какие цели вы преследуете от своих занятий. Вот так вот. На сегодня все. Спасибо. Да пребудет с вами сила.